Доброго времени суток всем! Вы смотрите авторский YouTube-канал Modern Talking Современный Разговор. Сегодня мы обсудим наиболее актуальные вопросы современной геополитики с американским правозащитником, журналистом Ириной Цукерман. Здравствуйте, Ирина! Рад приветствовать вас на канале Modern Talking Современный Разговор. Здравствуйте, очень приятно. Ирина Фаном, в последние несколько дней, как известно, внимание международной общественности, в том числе экспертной, привлечено к прикованному к Азербайджану и Ирану, противостоянии между двумя странами, которое, ну, вы, наверное, сами скажете, почему это произошло. И вот Иран уже несколько недель буквально терроризует Азербайджан различными заявлениями. С чем это связано? На самом деле отношения между Ираном и Азербайджаном были довольно сложными уже давно. Обострение намечалось, но и во время войны Иран действовал таким же образом. Они приводили свои даже танки и прочее оборудование буквально к границам. Им не было не по вкусу, что Азербайджан освободил территории, граничащие с Ираном. Они, Иран и Армения давно уже наладили отношения в смысле на медитическом, торговом и так далее. Сейчас Иран может потерять серьезную экономическую опору, если Азербайджану удастся наконец-то раскрыть пути, которые соединят Азербайджан, Армению, Турцию и так далее. А раньше вся торговля шла по необходимости через Иран. Сейчас над ними висит угроза потери большого финансового источника. Кроме того, им не нравится и политика Азербайджана по поводу Израиля. Их близкие отношения, сотрудничество по разным вопросам, но в планах, в смысле, конечно, военной обороны. Так что именно на это Иран нападает в своих публичных выступлениях. И вместе с тем происходит и другое. Они продолжали импортировать материалы, горючие и так далее, в территории, в помощь армянским группировкам. И когда Азербайджан это прекратил, Ирану это, опять же, не понравилось. Так что отношения сложные. У Ирана очень большое азербайджанское население, около 30 миллионов, а как минимум треть всего населения страны. Они притесняемы, они недовольны. Во время войны они поддерживали Азербайджан довольно открыто. Ирина, я извиняюсь, вчера буквально президент Азербайджана выступал на саммите СНГ. Он открыто обвинил Иран и Армению в том, что эти две страны в течение 30 лет использовали оккупированные территории азербайджанские с целью незаконного трафика, незаконных поставок наркотиков в Европу и другие регионы. Совершенно верно. Дело в том, что, допустим, в Соединенных Штатах, даже не только в Европе, армянская мафия занимается торговлей наркотиков, которые потом поставляются из США на Ближний Восток. Так что, несомненно, что и Европа используется в том же отношении. Иран якобы сотрудничает с Соединенными Штатами и другими странами по борьбе с наркотиков. Но на самом деле через Иран проходят линии наркотиков и с Арменией ведется такое отношение. И причины для этого разные. Во-первых, слабая экономика, то есть это теневая экономика, таким образом поддерживает существование режимов. Во-вторых, в интересах этих двух стран ослаблять своих противников, западные страны и так далее, через коррумпированное население, через наркоторговлю. Ну и, разумеется, внутренняя коррупция. Тот факт, что многие просто делают личную наживу с нелегальных таких операций. Мы также наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Азербайджаном и Арменией. Как известно, год назад, 10 ноября, было принято трехстороннее заявление президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении о прекращении военных действий. В результате Азербайджан вернул, вернулись без боев, без единого выстрела, три или четыре района. И это заявление подразумевает под собой достижение мирного договора между Баку и Ереваном, разблокировка путей сообщений, инфраструктур и определение границы. Сегодня мы видим, что премьер-министр Пашинян говорит, что Армения выступает за диалог, за сближение позиций, за разблокировку этих самых инфраструктурных проектов. Но, с другой стороны, мы видим, что в зоне деятельности российских миротворцев армянская страна предпринимает провокации, продолжает предпринимать провокации в результате от снайперской выстрела умер азербайджанский военнослужащий. Обстрелу подверглись невоенный транспорт. Пашинян пытается, как говорится, отсидеть двух коров, доить двух коров. Он пытается, с одной стороны, получить финансовые выгоды от международных договоров, включая поддержку Евросоюза, в которой Армения очень нуждается, так как экономическая ситуация в стране довольно плохая. Некоторое время Армения даже полагалась на внешнюю помощь от разных диаспор по всему миру. Но, когда война подошла к концу, оказалось, что деньги растрачены, война закончилась для Армении плохо. То есть им нужна международная поддержка. А таковую можно добиться только соблюдением мирного договора. Но, с другой стороны, реваншистские голоса внутри страны, особенно от так называемого Карабахского клана, продолжают давить в сторону возобновления конфликтов. Невыгодно всем этим людям полная интеграция региона, потому что тогда они потеряют власть и силу. И Пашинян просто боится потерять не только власть, но и полный контроль над ситуацией внутри страны. Все это также поджигаемо теми самыми лоббистами на Западе и другими силами, которые так сильно якобы помогали финансово всем этим группам. На самом деле, как мы увидели, побывав на территориях, освобожденных еще в феврале, вся эта финансовая помощь явно пошла в карманы некоторым лицам, отнюдь не на гуманитарные проекты. Так что получается, что деньги собраны с армянской диаспоры, гуманитарные проекты не осуществлены, а продолжать жить как-то надо, так что и надо же на что-то опираться. И все эти группы, которые на Западе, довольно радикальные, более радикальные, чем народ, который проживает в Армении, и которым давно все это уже надоело. Но каким образом от них добиться денег? Что они хотят? Их явно не интересуют на самом деле гуманитарные проекты, их интересует идеология, так сказать, имидж якобы сильной Армении и так далее. То есть деньги эти потрачены на такие провокации для того, чтобы продолжать собирать донации от диаспоры и поддержку от этих сил. А мы все были свидетельны тому, что неоднозначно была принята в Армении подпись премьер-министра Пашиняна под трехсторонним заявлением год назад. На него оказывалось очень сильное давление. Вы упомянули Карабас-клан. В результате вынужден был Пашинян согласиться на внеочередные парламентские выборы. И еще до войны, желая обладать всей полнотой власти, он привлек к уголовной ответственности Кочаряна. А сегодня мы видим, после относительного спокойствия внешнего, во внутренней политике, во внутренней жизни Армении, сегодня мы видим, что арестованы высокопоставленные военные чиновники. И вот недавно было объявлено, что в отношении Сержа Сарксяна возбуждается уголовное дело из-за злоупотребления его полномочиями. С чем это связано? На самом деле связано это, конечно, с внутренней коррупцией, с внутренними разборками. Пашинян хочет удержаться во власти. К власти он пришел с виду довольно просто. На самом деле у него был большой перевес во время выборов. Но это не значит, что реваншистские силы внутри страны не имеет власти. И на самом деле Пашинян выглядит довольно плохо. Он и не вашим, и не нашим. Он толкнул страну к войне, когда она была явно к этому совершенно не готова. И он же потом пошел на позоны взгляда этих его соперников. Мировое соглашение, именно соглашение на этот договор. То есть они явно пытаются таким образом манипулировать мнение страны и сказать, он вас предал уже раз. На этот раз с чего вы взяли, что этот договор как-то вам поможет. Он делает все исключительно для себя любимого. Так же, как он проиграл эту войну и попросту обманывал народ. То есть такой аргумент довольно может быть эффективен даже среди тех, которым надоели все эти конфликты между Арменией и Азербайджаном, но которые просто хотят уже спокойной минной жизни. И это угроза. Это угроза Пашиняну и его целям в этом отношении. Были серьезные опасения, что он потеряет власть, что его заставят уйти в отставку. Когда народ за него проголосовал, он купил себе время. Но это может в будущем не повториться. Не просто складываются отношения и между Западом и Ираном. По так называемой ядерной программе Тегерана. Буквально на этой неделе Израиль и США выступали с заявлением. Израиль заявил о том, что если Иран не прекратит развивать свою ядерную программу, то к нему могут быть применены более радикальные меры воздействия. И было заявлено, что каждый день, каждый упущенный час приближает Иран к тому, что он может завести свое ядерное оружие. К чему это может привести противостояние? На самом деле мы видим, что Иран продолжает гнуть свою линию. Продолжаются нападения на оппозицию, на диссидентов по всему миру. Продолжаются террористические атаки, в основном на Ближнем Востоке. Но мы видим, что Иран продолжает свои действия незаконно, продолжает развивать свою программу незаконным образом, продолжает закрывать двери для инспекторов. И мы видим, что он не соглашается на переговоры и тянет резину и просто тратит время попусту. Администрация Байдена пригрозила применить более суровые меры, если Иран не вернется к столу переговоров. Но Иран опять же играет в игры и делает вид, что не то чтобы они совсем уже отказываются, но постоянно находят какие-то отговорки, приносят даты и говорят, что вот-вот мы уже совсем близко, но на самом деле явно показывают, кто на самом деле это курс, дает направление курсу событий. То есть это от них не Соединенные Штаты. Израиль, конечно, будет делать все, что нужно для поддержки собственной безопасности, но это не всесильная страна ожидать того, что они без поддержки Соединенных Штатов пойдут на какие-то серьезные военные конфронтации с Ираном без совсем уж веских провокаций. Этого не следует. Будут, конечно, операции по разрушению ядерной программы, как они были и в прошлом, то есть ничего здесь нового ожидать нельзя. Но о смене режима, конечно, говорить на данный момент глупо. Всегда привыковывают к себе пристальное внимание личность человека, который возглавляет Белый дом. При бараке Обамы была одна политика, мы помним Арабскую весну. Потом пришел Трамп, была другая. Вот сейчас во главе США президент Джо Байден. Американцы вывели свои войска из Афганистана. И к власти сюда официально пришли Талибан. И очень интересно, тонкости, дальнейший анализ, прогнозы внешнеполитического курса США. Можете об этом тоже сказать? США, в конце концов, придется вернуться в Афганистан. Или закончить начатое по-настоящему в этот раз. Или же будет продолжение той же истории, которая тянулась 20 лет с конкурированными контракторами, которые на самом деле не тренировали афганскую армию, просто тратили время и так далее. Но в любом случае вернуться придется, потому что мы уже видим возвращение террористических групп в Афганистане. Они полностью никогда не ушли, но им пришлось утихомириться, пока НАТО там действовало. Сейчас мы уже видим продолжение терактов сначала по всей стране, а дальше это, конечно, будет иметь последствия на весь регион и коснется международной общественности, так как Талибан, хотя они считаются международной террористической организацией, помогают другим, как, например, ИГИЛу и Айкаде, которые не собираются сдаваться, чувствуют, что сейчас самое время вести пропаганду, нанимать новых посшественников и так далее. То есть мы видим, что движется все это дело к тому, что война, будет операция, будет возвращение в Афганистан, но до того, как на это кто-то в Белом доме решится, будут повторные теракты, будут какие-то асимметричные действия в других частях мира, и все это будет связано с базой террористических организаций в Афганистане, к сожалению. Многих очень также интересует вопрос о дальнейшей судьбе НАТО, Североатлантического альянса, отношения между США и Турцией, времен Трампа мы помним. Турция закупала С-400 российский и продолжает сейчас сотрудничать с Россией. И вот как в этом отношении, стоит ли ожидать каких-то серьезных выяснений отношений между Анкарой и Вашингтоном? Честно говоря, я вижу, что Байден придерживается похожей политики к Трампу, хотя, может быть, какие-то комментарии из Вашингтона немножко более критичны по отношению к политике Эрдогана. На самом деле, никаких серьезных перемен мы не увидели с прихода администрации к власти. Турция как и занималась сотрудничеством с Россией по этому вопросу, так и продолжает. У США, у войск США и турецких войск в Афганистане в последние дни даже произошел небольшой конфликт. Но ни к кардинальной перемене отношений это не привело. Турецкий министр здесь был как раз на встрече группы 20 стран. Шли переговоры на разные темы, как всегда. Да, то есть мы не видим какого-то большого конфликта, потому что Байден сейчас настроен исключительно на Иран. И больше ничего его не интересует. Есть какие-то попытки действий в Сирии, есть вопрос о нормализации с Ахсадом. Но не будем забывать, что хотя у Турции с Сирией на данный момент конфликт, в одно время они были близкими сотрудниками. И это, опять же, может измениться так же, как раньше было хорошо, потом стало плохо. Сейчас вроде никак, но они могут прийти к какой-то договоренности в будущем в цели соблюдения собственных интересов. У Турции сейчас несколько другие приоритеты, чем были пару лет тому назад. Так что, по мне, возможно, что Сирия для них сейчас будет не главным вопросом. Да и США по этому поводу явно они хотят этот вопрос как-то решить. То есть у всех сторон им кажется выгодно как-то урегулировать ситуацию и, по крайней мере, на эту тему не ввязываться в какие-то долгосрочные конфликты. Ирина Сорок, год назад, во время 44-х дневной Отечественной войны, США готовились к очередным президентским выборам и поэтому остались в стороне от происходивших на Южном Кавказе событий, судьбоносных событий, которые изменили векторы политических сил. Сейчас Турция и Россия занимаются как бы миротворческой деятельностью, но заметно, что Вашингтон и Париж тоже желают снова оказаться как бы в тандеме и хотят реанимировать, активизировать работу минской группы ОБСЕ. Как вы видите вообще вот работу, целесообразность, эффективность этой группы? Честно говоря, мне кажется, что эту группу давно уже пора распустить, потому что минская группа уже свое отжила. Если не сказать, что никогда у нее на самом деле точной цели и не было, но сейчас минская группа уже явно не ведет никакой политики, которая может привести к конструктивным результатам. Ничего кроме коррумпированных личных целей они не добивались во время серьезных конфликтов, во время оккупации Армении, азербайджанской территории. У них не было ни полномочий, ни желания этот вопрос разрешить, несмотря на четыре резолюции ООН. Так что, как группа, которая должна каким-то образом разбираться с этими международными вопросами, я не вижу эффективности, не вижу ничего, кроме пустой болтовни и, опять же, личных интересов, каждая страна тянет одеяло на себя. Германия одно время пыталась свое реанимировать в цели каких-то финансовой выгоды. Франция пытается геополитически себя восстановить. Соединенные Штаты говорят о важности многосторонних договоренностей, и поэтому будут поддерживать любую группу. На самом деле, ведет себя кран на неэффективном везде. Мы не видим больших успехов от барденовской администрации в международных соглашениях, в принципе. Так что, ничего ожидать от этой группы нового тоже нельзя. Мне кажется, что давно уже пора переключиться на какие-то другие механизмы урегулирования. И вот в конце, Ирина, уважаемая Ирина, хотелось бы прогнозы по развитию двусторонних отношений между Баку и Вашингтоном и вот нынешняя ситуация, положение дела в этом двустороннем сотрудничестве. США, в принципе, рада, что им не нужно ввязываться в никакие очередные конфликты и что-то где-то разрешать. Баку ситуацию разрешила самостоятельно. Сейчас есть возможность привлечь внимание некоторых членов администрации каким-то положительным мерам сотрудничества по поводу климата, энергетической политики и так далее. Однако на этом стоит и препятствие, потому что Вашингтон сейчас сильно сблизился с Россией по энергетическим вопросам. И это прямой конфликт интересов отношений с Баку. Кажется немножко странно. С одной стороны, Вашингтон приоритизирует зеленую энергию и, так сказать, борьбу с переменой климата, как они это называют. С другой стороны, они облегчают доступ, облегчают России, и их цели по поводу газа, нефти и так далее, и поставки таковых в Европу, и что ставит Европу в зависимости от Москвы. То есть, казалось бы, все это не в интересах Соединенных Штатов, и тем не менее Вашингтон движется именно в этом направлении, как мы видели в связи с Nord Stream 2. Во их политике Байден отказался накладывать санкции в этом отношении, что привело к недовольству Конгресса и демократов, и республиканцев, кстати. Поэтому отношения с Россией, по этому вопросу, они делают какие-то серьезные перемены с Баку тоже маловероятными. Мне кажется, что если сотрудничать придется по каким-то другим вопросам, во всяком случае, пока Байден продолжает эту политику. Возможно, в конце концов, как и его предшественники, разочаруются в Москве и в политике Кремля, и поймут, что ни к чему хорошему эти договоренности не приведут. Так что можно только ожидать, что когда-нибудь эта администрация проснется и поймут, что ничего нового ожидать от тех же самых людей, которые у власти с конца 90-х, ожидать не приходится. Спасибо большое, Ирина. Благодарю вас за интервью. Интересно. Большое спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.